Итак, давайте кратенько пробежимся по всему тому, что мы проходили на прошлом занятии, потому что у нас, к сожалению, прошлая неделя выпала. Мы изучали, я напомню, четвертую главу послания Иакова. Четвертая глава послания Иакова. Ну, давайте кратенько так вспомним. Кто помнит, о чем речь в четвертой главе? Ирина, ты помнишь? С самого начала? Ну, давай сначала четвертую главу. Я почему-то первые главы больше помню. В смысле, с самого начала четвертой главы? Да. Я помню. Разногласия. Третью, четвертую. Разногласия. Откуда они возникают, эти разногласия? Откуда они возникали? Да. Что говорит Иакова? Откуда у вас вражды и распри? Нет, вы же деление ли? Воюющих членов ваших, да? То есть, он говорит о том, что вражды и распри – это своего уровня социальные проблемы. Не возникают среди верующих людей. Не просто неверующих, да? И они имеют в себе объяснимые корни. А именно, вовсе не духовные, а плотские. То есть, наша плоти устроена так, что она постоянно чего-то хочет. Мы брали параллельную ссылку из первого послания Иоанна, что мир и все, что в мире – это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть, вот эти три основные составляющие, по которым живет весь мир, они, собственно, и управляют людьми, которые не руководствуются духом, а именно не руководствуются какой-то идеей, какой-то идеологией, Божьей идеологией, из Божьего слова. То есть, если Бог что-то говорит, ты так делаешь. Не так, что если Бог что-то говорит, но очень сильно хочется, то ты делаешь наоборот. Нет. Это называется «человек, который ведом плоти». И Яков говорит, что мы вот эти вот удовлетворения, простоя, естественных потребностей, мы их превратили в похоти. То есть, вместо того, чтобы заботиться просто о нуждах плоти, ну и кормить, напоить плоти, надо выгулять, сходить куда-то там. То есть, мы уже начали не просто поесть, а поесть очень вкусно. Не просто попить, а уже какие-нибудь там эти. То есть, вот эти вот все вожделения, они нас ведут к тому, что мы начинаем искать какие-то способы для того, чтобы захватить какое-то материальное положение высокое, либо социальное положение какое-то высокое, да, какие-то связи получше, чтобы у нас внешний вид был какой-то получше и так далее. И в конце концов, вот это вот… Ты мне в прошлый раз уже на это посмотрела. Я говорю, что ж голый хотели. Нет, нет. Пробожай. В конце концов, вот эта вот похоть, да, эти вожделения, они ведут к тому, что люди начинают враждовать. Все войны, которые у нас есть в миру, они все из-за того, что люди хотят получить что-то такое, что им пока что Бог не дал. Они-то просто хотят… Отнять. Уже хотят отнять, уже не могут никак справиться. Зависть. Да. Это зависть, это гордость, это… Ну, когда начинаем. Да, но Яков говорит в последующих стихах четвертой главы, что у нас есть, вообще говорят, нормальный, естественный способ, когда мы находимся в реальной нужде обеспечивать все свои плотские нужды. То есть, если человеку что-то действительно нужно, если ему, например, нечего есть, нечего пить, нечего одеть, или там, ну, что-то реально нужно. Яков говорит, ну, вы можете просто просить. Просите. При этом просить нужно что-то такое, что действительно нужно, то, что ему добро будет употреблено, да, а не для того, чтобы удовлетворить какую-то свою похоть. То есть, я не могу взять, подойти там к тебе, например, на каждое и сказать, ну, вот я хочу там Мерседес, Донал. Понятное дело, что ты мне его не дашь, но он мне, с другой стороны, он и не нужен на самом деле. Да? То есть, это… Для чего он мне нужен? Для того, чтобы удовлетворить свою похоть. Гордость житейскую, понимаешь, гордость очей, я буду ходить там вокруг него, смотреть. То есть, ну, вот такая вот. Когда нужна реально просто машина, да, что нужно реально куда-то поехать. Вот у нас здесь сколько друзей, мы уже на стольких машинах переездили, да, что, ну, просто… Столько было. Ни разу не было такого, чтобы, ну, вот как-то вот Бог сделал так, чтобы вот, ну, не на чем поехать. Ну, да. Всегда нам кто-то где-то что-то, да, и мы точно так же, там, если кто-то попросит, неужели мы не дадим? То есть, когда реально нам что-то нужно. Если есть, конечно, возможности. Иракова говорит, да. То есть, если есть возможность, разумеется. Но даже когда мало возможностей… Можно поделиться. Можно поделиться. Люди наверняка просили и помогали друг другу даже в блокадные годы Ленинграда. То есть, и делили при этом там какие-нибудь корочки хлеба. Тем не менее, то есть, это не зависит… Иисус сказал, счастье человека, оно не зависит от его богатства. То есть, счастье, на самом деле, человек испытывает не тогда, когда у него есть Мерседес, а когда у него сердце полно любви и дом полон любви и Бог рядом с ним. Вот тогда у человека счастливый. А Бог – это и есть любовь. А Бог – это и есть любовь. Да, вот тот, кто вот пребывает в любви, тот пребывает в Боге, и Бог в нем, да. вот такая вот форма если ты не любишь возлюбить или даже врагов если у тебя нет любви там говорится о том что если ты не любишь например брата которого видишь как ты можешь любить бога которого ты не видишь то есть если ты говоришь что ты богу хочет ты сначала с братом поди помирись иисус говорит да потом уже приди и принеси свои все подношения богу то есть суть всего христианского вероучения это любовь богу это любовь ближним это учение о любви это не учение о богатстве это не учение процитания это не учение о каких-то там религиозных каких-то мотивах что здесь нужно так головой наклониться здесь всяк этого совершенно ничего нет это учение любви сердце это самое важное что нужно богу я когда например хожу в разные группы христианские но одни люди проводят собрание вот в таком формате да другие там в другом формате эти вот шагов молятся другие это там еще что-то такое ну я я понимаю прекрасно что богу самое главное во всем этом чтобы у человека сердце было открыто смиренно перед ним да и вот хотела она было было как нищая духом до чтобы человек богу тянулся за его духом пытался его всячески всячески получить внутри себя и жить соответствии с этим поэтому все остальное внешне отрибутика но это как бы как украшение да поэтому называется обряд обряд это как наряд невесты но самое главное что внутри невесты было уж какой там платье на нее нет это не так важно ладно и так дальше четвертую главу яков продолжает той мыслью что если мы живем тем не менее по каким-то плотским нашим вожделением если мы не живем так сказать как нам говорит дух но движемся так как нам велит плод да то есть пытаемся там где-то что-то идти на компромисс с грехом ради удовлетворения каких-то своих желаний и амбиций я как говорит что бог он ревнует вас то есть он любит вас до ревности дух тот который живет в нас он должен он хочет занимать сто процентов нашего сердца он не хочет чтобы мы это сердце делили с кем-то там с каким-то какой-то материальной вещью или с какой-то там этой с чем угодно то есть любым творением рук человеческих мы брали эту интересную ссылку из этой сайи была вторая глава о том что бог осуждает людей когда они начинают поклоняться творением рук своей всем этим идолом вот хорошо дальше я как призывает противостать дьяволу и покориться богу и мы на прошлом занятии разбирали что это один и тот же процесс когда мы противостоим дьяволу и покоряемся богу это одно и то же в тот момент когда иисус мы помним эту историю был искушаем дьяволом в пустыне он преклонился перед божьим словом он сказал господу богу твоему одному только поклоняйся ему одному служи да и дьявол написано убежал от него то есть когда человек покоряется богу его слова это то же самое что и противостоять дьяволу фактически это не какие-то два разных действия мы так кратенько проходили потом яков поднимает проблему взаимного осуждения и злословия между верующими людьми то есть среди верующих людей является нечто такое чего в принципе быть не должно люди начинают друг друга осуждать и начинают друг про друг говорить что-то плохое несмотря на то что иисус совершенно четко учил не судите и не судимы будете каким судом судите таким и сами будете судимы люди считают что они могут установить какой-то другой закон по которому оказывается можно судить можно осуждать можно сказать зло про кого-нибудь и так далее тому подобное что-то нехорошее я как всячески осуждает подобное поведение и он говорит что если вы нарушаете вот этот божий закон не судить то вы уже не исполнитель божьего закона а вы станут начинаете судить сам божий закон устанавливайте какой-то свой вот яков говорит один законодатель один судья который может и спасти душу и погубить ее то есть бог он ответственен за то чтобы ставить законы по которым мы живем он ответственен за то чтобы судить по законам которые он поставил и он ответственен за то чтобы приводить приговор в исполнение это не задача людей очень часто люди в силу своей гордости которая идет еще с первородных грехов да они всячески пытаются себя свое я поднять на эту божью позицию установить какие-то свои законы произвести какой-то суд по этим законом привести в исполнение приговор в соответствии с этим судом я посуждают подобное поведение и говорит что и законодатель судей исполнитель это не человек это бог и четвертую главу я заканчивает той проблемой что кроме того что вот люди претендуют на эту позицию судьи которая принадлежит по праву бога они еще кроме этого начинают выстраивать какие-то свои собственные планы которые как бы воля божья она никак не входит то есть они начинают говорить что вот мы поедем туда-то сюда туда будем там растить богатство наше и так далее будем приобретать там и так далее то есть свои личные планы они строят не на основании божьей воли не на основании того что бог владелец всего и как бы они знать даже не знают проживут ли они этот год или нет или умрут или еще что-то такое тем не менее люди начинают вот так вот это опять же из гордости из тщеславия иаков говорит что это всякое такое тщеславие есть зло то есть мы проходили что включает себя вот это понятие зло это тщеславие это гордость это не смирение последний стих а как говорит о том кто разумеет делать добро то есть вот эти вот обратные вещи то есть кто и разумеет что нужно смиряться что не нужно тщеславиться что нужно быть скромным да смиренным всегда говорить о том что если господу будет угодно тогда мы это сделаем а если не будет угодно то уж извините на все его воли на наши и кто так не делает тому грех хорошо вот этому кратенько вспомнили четвертую главу давайте теперь мы прочитаем с вами пятую главу а именно прочитаем с первого по 11 стих у кого открыто на с первого по 11 стих просто что послушайте вы богаты и плачьте и рыдайте о бедствиях ваших находящих на вас богатство ваш сгнило и одежды ваши изъединенные золото ваши серебра и заржавела и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу как огонь мы собрали себе сокровища на последний день вот плата удержанная вами у работников пожавших поля наши вопиет и вопли жнецов дошли до слуха господа саваофа вы раскошен слово еще извиняюсь раскошествовали на земле и наслаждались напитали сердца ваши как бы на день заклания вы осудили убили праведника он не противился вам так братья будьте долго терпеливы до пришествия господня вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго пока получит дождь ранний и поздний долго терпите и вы укрепите сердца ваши потому что пришествие господне приближается не сетуйте братья друг на друга чтобы не быть осужденным вот судья стоит у дверей пример злострадание и долготерпение возьмите братья мои пророков которые говорили именем господним вот мы ублажаем тех которые терпели вы слышали о терпении и оба и видели конец онного от господа ибо господь весьма милосерд и сострадателем если вы заметили пятую главу я как начинается немножечко другим литературным стилем то есть если с первого по четвертую главу это было просто письмо то в пятой главе начиная прямо с первого стиха он переходит на язык который очень похож на пророческий язык которые используются ветхом завете и смотрите о чем он говорит послушайте вы богатые плачки и рыдайте о бедствиях ваших находящих на вас то есть яков начинает пророчество он говорит о событиях которые еще не произошли в настоящий момент но которые обязательно произойдут в дальнейшем это пророчество поэтому используется другой немножечко язык чем отличается вообще говоря пророческий язык он отличается особо сильно обилием различных метафор различных аллегорических образов очень много используются разные выражения которые в ходу были в то время ну и сейчас в принципе большинство из них многими используются вот пророческий язык ну для меня лично то есть но это самый сложный язык который приходится очень много разбирать потому что от каких-то но обычных физических скажем так процессов переходится в образные то есть все переходит все вот смотрите богатство ваше сгнило и одежды ваши изъедены молью да то есть понятное дело что яков не говорит о том что прилетит какая тут именно моль дай что-то нас есть именно одежду сапоги оставит там или еще что такое речь не об этом здесь как раз этот пророческий язык он должен нас зацепить на то чтобы мы поняли суть суть того что вот это вот богатство материальное вот эти вот все одежды перед которыми люди там кланялись да когда приходили богатые там в одеждах и так далее которые завидовали вот этому положению человек и так далее все это богатство оно ветхое вот смотрите послушайте вы богатые обращение идет кому к богатым к людям которые свою жизнь свое сердце отдали молоку духу богатства которые потратили то что им дал бог да их жизнь на то чтобы жить как бы копить какое-то богатство мамония мамония правильно и он говорит что смотрите обязательно придут бедствия и несчастья какие бедствия несчастья перечисляет да перечисляет а богатство это ваше сгнило знаете приходил в музей любой музей можно прийти и посмотреть различные царские одежды царскую утварь из каких там чашечек они ели ложечек на этих каретах катались и вот смотришь вот вот люди убить готовы были за то чтобы вот там вот во всем этом одетом быть вот на этих каретах и сейчас ну хлам хламу ну то есть даже даже вот не впечатляет ну как бы интересно с точки зрения там истории посмотреть на все это это богатство любое богатство материальное которое мы находим она с нее любые одежды любое наше какое-то положение которым мы там себе займем или еще что-то от него ничего не останется очень многие известные люди те которые обладали очень высоким положением которые думали что они там чуть ли не хозяева мира заканчивали свою жизнь в очень печальных обстоятельствах и даже никто не помнит потому что это слава человеческая она как цвет травы это богатство ее и нету все золото ваше и серебро и заржавело почему люди пользуются золотом серебром для того чтобы отмерять земное богатство потому что они ну как якобы не ржавеют они вот долговечны то есть человек всегда стремится к тому чтобы обладать чем-то вечным чем-то более длительным чем его жизнь в идеале обладать богатством который идет в вечность да но это не все как бы могут себе представить и принять зато они могут увидеть что он вот золото вот она там благородный металл не вступает там не окисляется ничего не ржавеет в реальности золото ржавеет но ржавеет и серебро ржавеет и он все из ржавеет рано или поздно то есть это ржавчина смотрите да ржавчина то есть ветхость вот этих вот материальных ценностей которые мы избрали будучи живы они будут против нас да и написано смотрите и съезд плоть вашу как огонь вы собрали себе сокровища на последние дни вот здесь непонятно немножечко слова плоть до ваша не имеется ввиду именно плоть ну как вот ну как противоположность духу да это наше материальное какое-то тело это наше материальное ну составляющая наша оболочка да и то есть мы когда вплоть сеем да то есть мы стараемся себе кушать повкуснее там одевать что-то повкуснее покомфортнее вести там образ жизни и так далее там подобное это называется мы сеем в плоть иисус говорил о том что сеющих плоть чё пожнёт от плоти он пожнёт ну ничего не пожнёт смерть пожнёт на сервисе сеющих дух пожнёт вечную жизнь то есть смотрите вот это вот сокровище как огонь огонь это всегда символ гнева божий иисус он когда будет крестить он будет и огнём крестить будет гнев он будет уничтожать удалять все что не божье вот это вот свидетельство она будет против нас что наше сокровище оказалось на земле ну вот все ржавое вот посмотрите вот вот моя сокровище а кто-то другой силосы в дух силу старался делать что-то там любил людей поступал по заповедям божьему уже проходили вопрос того на два вида богатства богатство которое здесь земное богатство которые на небе и каким образом мы можем купить богатство на небе что богатство веры это богатство дел о вере это богатство знания бога подождать того что ты можешь кому-то передать познание это все как в духовные Наши плоды Четвертый стих Ядов говорит Вот плата, удержанная вами у работников Пожавших поля ваши Выбьет И воплю жнецов дошли до слуха Господа Саваофа Человек Когда он бежит за богатством Гоняется, когда он ставит это превыше Божьей заповеди Божьей заповеди любви ближней Точно так же, как самого себя И когда мы берем И человеку, например, всячески пытаемся Который на нас работает, который потрудился Который достоин награды И мы ему не заплатили Мы ему задержали зарплату Или как-то пытались что-то съюлить, чтобы не доплатить Это все грех Это все зло, это плохо для людей И вот весь этот грех Который люди готовы делать Идя на компромисс с дьяволом Просто потому, что они не могут Сдержать свое вожделение, свое похоть И свое желание обладать богатством Оно будет свидетельствовать Против нас Оно будет написано Доходить И доходить до слуха Господа Саваофа То есть до слуха Бога Дойдут все эти Все наши несправедливости Которые мы сделали в жизни То есть Из-за чего люди делают несправедливость В чем основная причина Обогащение Да, желание быть Больше, больше Копить, копить Вот это земное богатство Какое Именно из-за этого Не из-за чего-то другой Вы роскошистую волю написали К чему это ведет? Из-за того, что человек уже впадает Вместо того, чтобы просто Заботиться о необходимых Действительно реальных нуждах Он начинает впадать в роскошь Он начинает покупать избыточные вещи Уже Вот у него яхта есть в 40 метрах Да А ему нужно 50 Почему? Потому что у соседа 45 Он хочет быть круче соседа А так у него сравнение не в его пользу Ну и то есть вот такое Эта гонка Она сплошь и рядом Она сплошь и рядом, во-первых Во-вторых Самолет уже нужен Уже яхта Самое еще Никогда не кончается Человек доходит до определенного социального уровня Ага, этого он обогнал Он ищет быстренько Кого-кого-кого-кого Кто рядом О, этот еще круче Опять тянется О, кто еще И так далее И тому подобное И все это за счет чего? За счет того, что где-то кто-то кому-то не доплатил Где-то кто-то кому-то не помог Да, то есть Богатые люди Они, к сожалению То есть если, например Верующие люди Неизвестны тем, что они все друг дружке помогают Все стараются как бы друг для друга что-то делать Богатые люди Те, которые живут другими идеалами Им гораздо сложнее так жить Иисус сказал богатому человеку сложному идти в Царстве Небесное Потому что ему, у него часть сердца отдано уже вот этим вот его вещам Вот этому материальному его богатству Вы раскошивствовали на земле И наслаждались Напитали, написано, сердца ваши То есть чем напитали сердца? Вот этой вот тягой к роскоши К комфорту К каким-то излишествам К какому-то высокому социальному положению Что этого человека, например Все там падают нить Как он там не зайдет Он весь из себя такой И здесь известный И крутой И то, и все И пятое, и десятое И все это сердце Сердце Вот это Божье сердце Мы берем кусочки Отрезаем И отдаем Вот разным-разным-разным идолам Там Разным этим духом Понимаете А должен жить сердце Только Божий дух Вот этим должно быть сердце наше напитано Это должно быть наша духовная пища Жить по Божьему Слову Впитывать его И радоваться от близости с Богом А не от близости с золотыми побрякушками Это ворота в Царство Божие очень узкие Потому что богатому со своим ботинком С багажом Не влезть в эти ворота Ну это да Интересно Так я тоже Лигуру Тем не менее Тем не менее Мы знаем Что Божье Царство А там широкие Божье Царство Оно в нем не будет Там богатых, бедных И тому подобное Да конечно Все равны Как при темно-дизме Да Должно было быть Все равны Мы помним Мы помним притчу Того, что Как господин разделял награду Между работниками Один работник струдился Там 9 часов Мы проходили А в конце все получили по одному динарию И тот, который дольше всех работал Ну как же так Я же с тобой тоже на один динарий договорился Или что Ты ревнуешь, что я добрый Что всем одинаково дал Тем не менее В Божьем Царстве Есть немножечко Другая величина Не богатство Другая величина В духовности тоже будет Разные Да Потому что это многое написано Что где наименьшее Там до наибольшим Станет В Царстве Божьем То есть там будет Определяться По богатству веры Есть люди, которые Очень много Павел говорит о том Что я подвязался Да Вот как спортсмен Да Вот подвязывается Для того, чтобы Выиграть как можно больше То есть он Он себя чувствует Прямо как на миссии То есть ему нужно сделать Как можно больше Что он настолько чувствует Этот зов Бога Да И знает прекрасно Что чем больше он сделает Тем Он лучше проживет свою жизнь Он будет более полезна Бог больше это оценит И он всячески-всячески Старается там Служить этому Ну хорошо Хорошо Тем не менее Те высокие Какие будут в Божьем Царстве Это будут самые смиренные люди Это самые Это не те, которые Вот как мы привыкли В этом мире Что тот, кто круче Тот и превозносится Перед тем там Все кланяются Или еще что-нибудь Нет Это будут слуги Это будут слуги Бога Итак, смотрите дальше Шестой стих Мы перейдем Да Или вот еще в пятом Напитали сердца ваши Как бы смотрите На день заклания Да То есть Как вот Ну вот свинью откармливают Да, честно говоря На то, что будет Будет день, когда ее съесть Да Вот и здесь То есть будет день Когда будет гнев И когда это все будет А мы будем проходить Откровение Когда уже будет вроде как Ну чтобы немножечко понять Вот то другое царство Как вот эта армия будет образовываться Как вот армия воинов Именно божьих Как она будет побеждать Сатану Вот это такое Так интересно Это очень сложно Да, это все достаточно сложно Потому что опять же Откровение написано Пророческим языком И нужно знать Очень-очень много Метафор, аллегории Для того, чтобы понимать Вообще о чем идет речь Мы это можем сделать И у нас был опыт По книге Даниила Когда мы пытались Захватить в него Откровение В прошлом году Да, я помню Сергей Это достаточно сложный курс Это Ну Я считаю Что когда-нибудь Мы обязательно возьмем сюда Можно сделать Например попроще Разобрать притчи Иисуса О царстве Божьем Он очень много говорил Чему подобно царство небесное Он приводил целый ряд притч Которые говорят о том По каким законам Функционирует небесное царство Вот это очень интересно Хорошо Ну Сейчас мы закончим Иакова И будем потом голосовать Какую мы хотим Следующую книжку А вот откуда Вадим Я слушала Джо Остина Он говорил Что надо Во-первых Ставить на первое место Бога И магнифировать им А все проблемы Вообще на них сводите И отдайте их Богу Он сам все устроит И приводит пример Вот откуда это Двое верующих Один Вот пришли И там армия была Тысяча человек Один верил Бога Я сказала Не волнуйся Господь с нами А тот говорит Где? Где он? Где? А тот стал молиться Господь покажи ему Что мы сильнее И вдруг он увидел Как вот Над его головой Ну я английский Вроде так понимаю Целая громада армии была Ангелы Все вооружены А там было Тысяча вот этих Которые внизу И когда он увидел Что они вдвоем спасены В смысле Они смогут их победить Но вот это Откуда Вот этот Джо Уостин Он тоже же все по Библии Не помню Сейчас Когда двое Против тысячи Оказались Да Один момент Когда Даниил Смог там Победить Которые считают Что он маленький Это ни к чему Такой Коротенький Никогда Воином не был Давид 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 А вот этот двое Это другое По-моему Что-то Вот мне так интересно Когда он увидел Вот эту вот армию И там не только ангелы Наверное А вот Те души Которые вот Уходят в царство Они тоже становятся Воинами Так вот Что-то запало Как интересно Это вот Разогреться Это можно Все будет разобрать То есть Кто такие Надо начинать С того Кто такие Ангелы Что под ними Конкретно Подразумевается У нас был Уже Небольшой курс Мы делали Я пропустила Это очень Интересная тема Можно Насчет этого Подразобрать Библия говорит О том Учит совершенно Четко Что Все то Что происходит С нами В этом мире С нами Имеется Верующими Которые любят Бога Все направлено К их благу То есть Все то Что происходит Оно Не происходит Ничего Случайного Оно Все идет К тому Что будет Божье царство Оно Наступит Рано или Поздно Будет Божий суд Обязательно Рано или Поздно Истина Придет Придет На землю И Осудит И вся Ложь Будет Выброшена Вон Вместе С сатаной Или с Отцом И лжей То есть Рано или Поздно Все наши Заблуждения Все наши Какие-то Эти Они пропадут Они еще Одним Бог Придет И скажет В пророчестве Сая написано Что Творю Новое небо И новую землю На которых Обитает Правда То есть Будет Все Абсолютно Нужно знать Все тайны Мироустройства И тому подобное Сейчас Что происходит Библия не говорит О том Что если вы верующий С вами не будет Происходить Никаких проблем Такого нет Вот Просто смотря Как на эти проблемы Посмотрите Это опять же Как Джо Лосин говорит Когда ты на первом Место стоишь И все Отдаешь ему И веришь в него То эти проблемы Сами-то Каким образом И решаются Послание Якова Первой главой Если мы вернемся Яков говорит Радуйтесь Когда вы впадаете В различные искушения И испытания Вашей веры В этот момент Когда на человека Приходит какая-то проблема Начинает испытываться Его вера Каким образом Он поступит Он поступит По Божьему Слову Или как-то иначе Или сам на себя Будет решать Эти проблемы Или отдастся Богу А каким образом Отдается Богу Верой Верой Правильно То есть мы берем Например И вот у нас проблема Какая-то Пришел кто-то Стукнул Нашу машину Взад Понимаешь И у нас есть два варианта Мы сейчас выходим Начинаем кричать И ругаться матом И потом пытаемся Обмануть страховку Что мы там Типа у нас там Шея что-то болит Нам еще тысяч десять Надо на хиропракторов Это один вариант Мирской Есть второй вариант Выйти нормально Как нормальный человек Простить человека Потому что люди ошибаются И ни в коем случае Не участвуют Во всякой этой ложной Игре Со страховками Понимаете Вот это вот Как бы Это реальное испытание Веры А такие испытания Они сплошь и вены Сказал тебе Например Муж Что-то плохое Или например Зять там что-то Вот взял и сказал И у тебя есть два варианта Первое Сейчас взять и ответить Вот так вот Еще Так хлестко Знаешь И еще можно по-русски Добавить пару фраз Вот Либо Есть вариант Понять Что Благословенный ты мой Да Я тебя очень люблю Молиться за врагов наших Благословлять Ненавидящих нас Ну это как Ты сейчас говоришь Тебе ударили по левочке Подставь Правую Потому что Нужно этот грех Чтобы уходил Он не нейтрализуется Иначе Да А если ты начнешь Хлестать друг друга Так это уже Превращается Не в любовь А так оно Уходит Вся благодать От тебя Ты когда ругаешь С кем-то Ты себя лишаешь Этой благодати Это как Банковский счет Транзакция идет Ты на него Отвязался С тебя сняли Ему отдали Вот Он получил Благодать А ты Извини Последнюю Потерял Эта транзакция Такая Молочается Об этом Надо помнить И следить За языком Он очень Друг друга Называть Подряд ли Благодать Придет Обоим Всегда Верующий Человек Он Должен Жить По вере По вере В Божье Слово Что Нужно жить Вот так Я не могу Тебя научить Но тебя Может научить Божье слово Понимаешь То есть Здесь все Написано Я читал Библию Первый раз Я читал Я молчу Понимал Но я видел Что там Все Понимают Как собака А никак Не могу И практику Взять И вот Сколько раз Прочитываешь Чуть ли не После каждого Слова Хочется сказать Аминь Что Действительно Вот так Надо жить Вот правда Вот так Одно Послание Акова Сколько Истин Разобрали Погоня За богатством Вся Америка Живет Гоняется За богатством А читаешь Пятого Акова Это все Пыль Прах Пыль Оно все Соржевеет Все Ничего не останется Жизнь потраченная Зря Человек Который Свою жизнь Потратил На то Чтобы приобрести Материальное богатство Прожил ее зря Так и ничего Не понял Ничего не понял Для чего Ты живешь Столько было Богатых людей В истории Мы про них Ничего не знаем От них Ничего не осталось И сколько Было людей Которые А все Художники Все в нищете Все в нищете Те которые старались Передать Божью славу Либо через писательство Художники Или те которые Просто Культурный фон Создавали Все в нищете Все в нищете Были Просто другие цели Композиторы Тоже Кто богатый был Моцарт Тоже Богатство и бедствие Не признак Твоей веры Абсолютно Может быть И нормально В достатке Но и с верой Это же не показатель Дело не в этом А в том В чем ты Руководствуешься При жизни Проблема в чем То есть Чему ты посвящаешь Своё сердце Куда оно отдано Мы проходили Что есть притча Когда богатство Возрастает Не прилагай К нему Своего сердца То есть Богатство Может вырасти В эту мельчину Но Павел Говорит Например Для чего Это богатство Нужно Для того Чтобы было Из чего Уделять Настоящемуся Куда мы Потратим Все наши богатства Мы с собой В гроб Ничего не будем Нам нужно Даже те богатства Которые у нас Есть сейчас Которые Бог Нам дает Бог нам Очень много Чего дает Вот То есть Их Вкладывая Как-то Я не знаю С умом Делать Уметь Хорошие дела Друг другу Как-то Там Я не знаю Помогать Или еще Что-то Мы видим Нужно Мы можем Помочь Вот Павел Птесал Что Если у кого-то Есть Как бы Материальные Какие-то блага Это для того Чтобы Было С чего Наталять Нуждающимся Хорошо Итак Шестой стих Вы осудили Обращается Яков По отношению к богатым Да Убили праведника Он не противился вам Как вы думаете О ком речь Вы осудили Убили праведника Он не противился вам Варианта два То есть Либо это говорится Про верующих людей В общем Либо это говорится Про Иисуса одного Кто такой еще Может быть праведник Сам по себе Праведник И Иисус Да И есть еще Праведники Те которые верующие Да Потому что Иисус их делает Праведными Я думаю Это относится Кого Во-первых Те люди Которые посвятили Свою жизнь Именно богатству Именно Каким-то Социальным положением И тому подобное Эти люди Сидели в Синедрионе Они занимали Высокие посты Религиозные деятели Того времени Это были Наверное Самые богатые люди Которые были В Иерусалиме Все приносили жертвы Это же Таких податей Они еще Не всяким золотом Там брали Монеты Специально Разменивали Чтобы Которые Можно в храм Приносить Эти люди Осудили И убили Праведного Точно так же И сейчас Те люди Которые Сейчас гоняются За богатством За каким-то Вот этим Мирским Скажем так Мирскими Какими-то Позициями Они точно так же Смотрят на Праведного человека Который живет Не по этим законам Они его осуждают Могут они его убить Если сильно Очень захочется То могут Да келеры Наймут Конечно На них нет Божьего слова У них Другой бог У них Понимаете Как вот брат Сказал Хорошо Мамон Вот То есть Ради богатства Убивают Миллионами людей Миллионами Просто Напросто Это Одна из самых Я думаю Главных причин Почему вообще Люди В принципе Друг дружку убивают И написано Смотрите Еще интересно Праведник Поведение Праведника В этой ситуации Когда мы видим Что Человек Который живет По другим Каким-то Жизненным позициям Осуждает нас Вплоть до убийства Может даже Нас убить Что делает Праведник Как он себя ведет Он не противится Он не противится Зло Праведник Не отвечает Злом на зло Праведник знает Что все то Что происходит В мире Во-первых Оно происходит По воле Господа Это Бог Так сказал Он не противится Иисус Когда Мы помним Эту историю Когда он знал Что он сейчас пойдет В Иерусалим И там его распнут Пойдет он на крест Он это знал И он не противился Этому Он проявил Вот эту вот Самую правильность И даже когда Ему Петр говорит Ну Господи Пожалей себя Говорит Нет То что ты говоришь Это человеческое Я пришел для того Чтобы сделать Божие То что Мне предназначено Иисусу нужно было Пройти Вот этот вот Показать нам Поведение праведника До смерти Не просто нам показать Для того чтобы мы знали А дальше он может Делать что хочешь Нет это просто Природа такая Вот он сам по себе Такой Поэтому это и есть Сын Божий Настоящий Тяжелая смерть Вот как Бог нас любит Что родного сына Не пожалел Да На самом деле Очень много праведников И как бы так вот В истории Но не то что праведников А я имею в виду Очень много верующих людей Они умерли Очень мученическими смертями То есть только зла Было выплеснуто Пока вот это вот Все более-менее Как-то вот сформировалось Что нужно все-таки Людям друг друга любить Бочку Натыканную гвоздями Сажали Сбрасывали Пока Придумывали Просто ужасные Какие-то вещи То есть человеческая плоть Мне столько Экскурсалов Рассказал Она настолько Изобретательна На зло Настолько изобретательна Старается Любое Начинается со злых мыслей Человек начинает Вот такую злую мысль Подумал Такую Секую И вот он в голове И крутит И крутит И крутит Потом на языке Начинается И сказал И такое злое слово И такое И пятый И десятый И уже там Трехэтажный мат Пошел Очень изобретательно Потом в делах Это все проявляется Дальше Он начинает делать зло И с этой стороны И с этой стороны И так И сяк И еще как-нибудь Чтобы помучался Подальше Так устроена Человеческая плоть К сожалению Так устроена Вот Она нас доводит Вот до таких вот грехов До ужасных И даже иногда бывает Вот человек потом Сделает какой-то ужасный поступок Потом его на суде Ну на человеческом Так там да Спрашивают Ну как ты мог А он уже не понимает Он говорит Я был в состоянии аферы Я уже как бы не соображал Что делают Очень много таких Ну ладно Давайте не будем Это грустно Да Это действительно То есть Праведник Не противится Злому Седьмой стих Смотрите Яков подчеркивает Эту мысль И так братья Братья Верующим людям Обращаются уже Не к богатым До этого будут богатым Да И так братья Будьте долготерпеливы То есть мы должны Разберем Вот земледелец Ждет Драгоценного плода От земли И для него терпит долго Пока получат дождь Ранний и поздний Слово дождь В греческом Оригинальном нету Просто напросто Я не знаю Потому что здесь Получается такой смысл Что терпит долго Пока не получат Дождь Ранний или поздний Что как будто бы Дождь будет ранний Дождь будет поздний А речь идет о плоде То есть Земледелец Он ждет не дождя Он ждет плода от земли Ну а без дождя Плод не вырастет Ну да Но это как бы Не суть этого стиха Суть стиха в том Что мы получим Два вида плодов Первые плоды Ранние Вторые плоды Поздние Мне было очень интересно Что это за такие плоды То есть Каким образом вообще Где в Библии Хоть еще что-нибудь сказано Вот об этом вот именно Да Так Давайте я возьму Параллельную ссылку Смотрите Параллельная ссылка У нас вот есть Что за ранние и поздние плоды Евангелие от Марка 10 глава 29 стих Я прочитаю Иисус сказал в ответ Ученики Его спрашивают Что будет нам То что мы все бросили Оставили И пошли за тобой Иисус сказал в ответ Истинно говорю вам Нет никого Кто оставил бы дом Или братьев Или сестер Или отца Или мать Или жену Или детей Или земли Ради меня и Евангелия То есть То есть Практически все то Что мы имеем Все то Что нам любо-дорого В миру Нет никого Кто вот это бы не оставил Ради чего Не просто так оставил Ушел Ради И ради Божьего слова Ради того Чтобы жить с Богом Идти по вере Оставляем даже Ну нам кажется Что вот здесь Я где-то вот это потеряю Здесь где-то вот это Здесь вот меня с работы Выгонет Если я не буду Врать Или еще что-то подобное Иисус говорит Что вы в этой уже жизни Если вы так поступите Если вы это сделаете И вы будете верны Божьему Слову будете идти за ним Вы уже в этой жизни Получите вас сто крат больше И домов И сестер И братьев И тому И всякого такого Что получает верующий человек? Что получает верующий человек? Он получает Любовь Получает любовь Божью Между людьми Он становится членом церкви У него становится очень много И братьев И сестер Настоящая церковь В ней никогда Люди Нет такого Чтобы каждый почитал Что-то там своим То есть у людей Обычно Очень много Все общее Также это во всяком случае Первая церковь И мы должны к этому стремиться Иисус сказал Вот тот кто слушает Слово Мое Вот собравшийся здесь Вот он мне и мать И сестра И отец И сестра И мать То есть он имел ввиду Другого вида родственников То есть это уже родственники Не по плоти А по духу И действительно верующий человек Он получает очень много Я говорил уже о том Что даже например Если брать вопрос с машиной Раньше в неверующем состоянии Мы каждый Каждый за себя Каждый как бы там это А здесь Ну если тебе что-то понадобилось Всегда есть у кого попросить Потому что люди любят друг друга Все друг другу помогают И в итоге получается всем лучше Чем каждый Каждый Своё 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 Все друг от друга Делились заборами Никто никого знать не хочет Так это вот первый плод Это первый плод Ранний плод Который мы можем получить Уже в этом мире находясь Ага И следующий А в веки грядущем Жизнь вечная Это второй плод Второй плод Это вечная жизнь Я должен сказать Что и тот и другой плод заманчивают И мы как земледельцы Мы действительно Как вот Яков говорит То есть земледелец Ждёт Драгоценного плода От земли Потому что это заманчивают Это очень здорово Когда так всё получается Когда так всё происходит Да И мы терпим ради этого Долго написано терпить Да Пока не получат этот плод Ранний или поздний Ранний то Что мы сейчас можем получить От нашей праведности От того Что мы наконец-то Начали жить как люди А не как звери Поздний Это уже после пришествия Господа Когда будет уничтожено Всё это Мы получим Поздний плод наш Нет Это копать сколько надо Чтобы дойти Здесь написано Где же всё так Это аллегорически Хорошо Давайте дальше разберем Восьмой стих Долго терпите И вы Да То есть Вот он сказал Вот эту вот аллегорию Про земледельца Мы такие немножечко Вроде как поняли И он говорит И вы тоже долго терпите И укрепите Сердца ваши Потому что пришествие Господне Приближается То есть Мы тоже должны Терпеть Как этот земледелец Мы должны укрепляться Наши сердца Верую Мы знаем Что Пришествие Господне Оно всё ближе и ближе Ближе и ближе И оно будет В любом случае И мы получим Этот наш Поздний плод В любом случае Хорошо Девятый стих Не сетуйте Братья Друг на друга Чтобы не быть Осуждёнными Вот судья Стоит у дверей То есть Когда человек Начинает Вот мы уже Он уже поднимал Эту проблему Что друг на дружку Начинает Этот Это не так делает Этот Этот Не то делает Этот Этот Не так делает Все Все в итоге Не такие Не сякие Почему это приводит Это приводит К разногласиям Это приводит К нелюбви Фактически Потому что Люди Они уже Не могут быть Как одно тело Как одно тело Которое Каждый для друга Член Каждый друг другу Служит Нет Они уже Каждый Своё одеяло В свою сторону Тянет То есть Не нужно Вот этого Всего Не сетуйте Чтобы не быть За это Осуждёнными Потому что Вот судья Стоит у дверей То есть Смотрите Восьмой и девятый Стих Они рядом Поставлены Опять же Речь идёт О пришествии Господнем Что Господь Когда придёт Он судья И если мы Не хотим Чтобы Бог Нас судил Божье Слово Чтобы нас Осудило Мы должны Жить по этому Божьему Слову Тогда это Божье Слово Оно нас Прославит А иначе Оно нас Осудит Это одно и то же Слово Придёт Когда истинно Вот так Вот так вот Надо было А ты что-то Делал Там Десятый стих Возьмём Пример Злострадания И долготерпения Возьмите Братья мои Пророков Которые Говорили Именем Господнем Вот мы Ублажаем Тех Которые Терпели Вы слышали О терпении Иова И видели Конец Оного От Господа Вот здесь Опять К сожалению У нас Синодальный Перевод Ну и здесь Вот у меня Например Отмечено Что Оного От Нету В оригинале Мы Мы слышали Терпение Иова Видели Конец Самого Господа Иов Терпел Мы слышали Об этом И что Потом Бог Сделал С ним Ну Написано О том Что он Получил Ещё Больше Чем У него Было То что Все терпения Он прошёл Господь Точно так же Он терпел Терпел до смерти Крестный Что Бог С ним Сделал Он Его Воскресил Удал Вечную Жизнь Понимаете И мы Ублажаем Мы узнаем Что вот эти Люди Они терпели Они проходили Через все Эти испытания Они проходили Через все Эти искушения Через все Эти проблемы Вплоть До смерти Иов Не до смерти Но у Иов Было отнято Все остальное Что у него было Даже Там никакой Был Проказы Там И тому подобное Я про него Всё время Тоже думаю Да А Иисус Ещё дальше Да То есть До смерти Уже И один Получил Плод ранний Ну Как бы При жизни Он получил Ещё Больше А другой Другой получил Плод позднего Воскресения В вечную жизнь Понимаете Иов тоже Наверное Получит Воскресение Кто-то Получил Библия Ничего не говорит Про то Что Мы не будем Дофантазировать Потому что Это не наша задача Мы изучаем То есть Ибо Господь Милосерд И сострадатель То есть Бог Он Милосерд И сострадатель И Он Каждому человеку За всё его терпение За всё это Воздастся Тому человеку Который Претерпел Много Пострадал Будучи Праведным За это Его Бог Прослает И всячески Ему воздастся Жизнь вечная Это Один из тех Плодов Которые Иисус Нам обещал А в этом мире Мы можем получить Тоже очень-очень много Именно по любви Получить Не от того Что мы хотим Друг у дружки Захватить И владеть чем-то А нет Мы просто Любим друг друга И поэтому У нас всё есть У нас есть гораздо больше У нас есть много Сестер У нас есть много Братьев У нас много Есть куда пойти Понимаете Кому в гости сходить И у кого что попросить И кого пригласить К себе в гости О ком позаботиться У нас этого всего Навал У нас есть церковь В этой жизни Мы видим Небольшое Такое Слабенькое Подобие Настоящего Божьего Царства Оно слабое Подобие Но тем не менее Это наше Ранимство Давайте мы на этом Наверное Остановимся На этой Мажорной ноте 11 стих Что Господь Весьма Милосерден Сострадателем И мы Как бы Яков призывает Нас терпеть Долго терпеть Несмотря на то Что зло происходит Вокруг Несмотря на то Что это зло Может быть Повернуто к нам Что оно может быть Против нас И люди Можут поступать С нами Несправедливо Мы должны Сохранить Позицию правильника Который Не противится злу Который Не отвечает злом На зло Подставляет вторую щеку Молится за врагов За своих Чтобы Бог их спас Потому что Бог Может спасти этих людей Они просто У них Голова не соображает Они Вот фашистов Взять Человеку запудрили голову Мог бы быть Хорошим человеком В церкви выходил Гимны пел Делал бы хорошие дела Взял автомат Побежал Куда-то Кого-то убивать Промыли мозги Молиться нужно Для этого человека Чтобы дух Сатаны Его отпустил И Божий дух Его спас Бог это может сделать Через свое слово Субтитры создавал DimaTorzok